Матч эмоциональный день закончен. 2-1 победа гостей. По традиции тренеры пообщаются с журналистами. Мы смотрим вопросы. Но для начала опять-таки по традиции. Что хотелось бы сказать тренерам и комментарии после матча? Вот, пожалуйста, Юрий Осипенко. Главный тренер был Саня. Матч выдался, конечно, очень тяжело. Мы ждали такой матч, но он получился намного сложнее, чем мы даже ожидали. Видом, настрой соперника был сверхъестественный. И победа, хочу сказать, что очень важная. Очень важная и очень ценная победа для нас. В конце, все-таки, в конечном итоге важно, чтобы мы набрали 3 очка. Немножко начали мы очень вяло как-то. Не знаю, с чем связано. Не думаю, что с настроем или с недооценкой. Потому что мы готовились к такому матчу. Возможно, сказалось паузу трехнедельной в чемпионате. Потому что это, хоть и были товарищеские матчи, но оно все равно выбивает из ритма. И только проснулись ко второму тайму и сумели переломить ход. Да, спасибо, Игорь Васильевич. Я бы предпочтел сразу вопрос. Поражение. Насколько оно эмоционально обидное? Чего заслужила команда, может быть, в этом матче? Может, больше? Как вы считаете? Всегда видно, когда проиграешь. И особенно в таких матчах, которые были сегодня. Я думаю, нокаут был серьезный. Соперник, естественно, был один из лидеров. И мы готовились всю неделю к этому матчу, естественно. Потому что мы тоже нуждаемся в очках, как в кровь из носа. То, что сегодня не получилось, я бы не сказал, что не получилось. Если точнее, перейти уже к некоторым моментам, у меня к ребятам вопросов нет. Что касается организованности, игровой дисциплины, все было на том уровне, к которому я отпросил от ребят. Но нас опять очередной матч подводит концентрация. Подводит те моменты, которые мы не играем до конца. Видели сами, мы всегда пропускаем со стандарта. Радует то, что... Помните предыдущие счета, которые были у нас с этими соперниками? Я думаю, им легко не было в этой игре. И мы проиграли. Но я скажу, со всей точки зрения, незаслуженно. Мы могли бы вытащить хотя бы одну очку сегодня. Последний момент, который был у Чимуртана. Я не знаю, как бы траектория была мяча. Если бы мы забили, то я думаю и уверен, что матч бы закончился с отличием. Но опять-таки, потеря концентрации у нас подвело снова. Я не знаю, что о чем вы говорите. Наверное, сейчас будут вопросы и добавится. Саша. Вопрос... ТСВ. Да, от ТСВ. Треневых хозяев. Забитые голы это всегда хорошо. Показалось, что этот быстрый гол как бы немного недобру службы вам сослужил. Пришлось рано отбиваться. И за счет этого потратили много сил уже в первый тайм. Вы так не считаете? Ну, я считаю, что если по угладениям, еще, естественно, соперникам было качественнее. То есть, переход из обороны, там, в атаку. Они контролировали больший мяч. Естественно, задача у нас была и тисломе головы. И, естественно, не сохранять счет именно кровь из носа. Если мы забили, то обязательно его сохранять и отбиваться сзади. Нет. По возможности, по тем возможностям, которым нам позволял соперник, мы это использовали. То есть, можете под устой, естественно. Потому что, я говорю, мы не играли с командой слабо. Мы играли с лидером. Поэтому, такие моменты. То есть, накал был очень сильный. Накал был сильный. Где-то, может, и суета была у игроков. Но, все равно. Я думаю, игра показалась интересной со стороны. Еще? Можно еще вопрос с тренеров гостей. Можете прокомментировать по составу вопрос? Сегодня не в полном составе. Вы подошли к этому матчу. На трибунах был Суворов, Еворский. Что с игроками можете сказать? Это травмированные ребята, которые не принимали сегодня участие в игре. И я больше скажу, что я даже доволен, что сегодня, слава Богу, все в целом невредимы остались. Потому что эти искусственные поля уже тошнит от них, честно. Уже тошнит просто от этих полей. Я понимаю, хотят остановить. Ищут способы разные. Но тяжело и против соперника играть, и против полей этих. Для меня самое главное сегодня, что все ребята стали здоровы. Это самое главное сегодня. Ну, естественно, и результат. Вытекающий из этого вопрос по полю, можете сказать, почему натурально еще не готовы? Нет, не готовы. У меня тоже вопрос встречный. А что, в Европе не играет сейчас на искусстве нигде? Не играет. Есть матч, который играет. Нет, дело в том, что сегодня за пять дней мы должны оповестить о том, где будет проходить матч. Как у нас погода был, каждый день дожди. И вчера был сильный дождь, а сегодня должен был быть дождь. Поэтому команда очень хотела, на самом деле, сыграть на натуральном. Мы об этом ушли в разговоры. Но чтобы не испортить просто газон. Вы знаете, мы играли в Аргееве еще месяц назад. И тоже дожди были, и снег обещали. Но мы хотели играть на земле. Понимаете, это натуральный футбол. А не искусство. Пускай дождь будет. Да давайте на земле сыграем. Давайте на траве сыграем. Зачем убивать этот футбол? Вчера был на игре Академия. Шерифов. Человек на ровном месте из-за искусственного боли. Богдан взял колено. У него крестообразная связка. Потому что руководители не думают о своих футболистах. А думают о своих интересах. И руководство, и так далее. А мы играем одну игру на зеленом, две на искусственном. Две на зеленом, одну на искусственном. Что это за футбол? Давайте играть в футбол. Давайте любить своих футболистов. Это люди, которые живые люди. Которые семьи есть. Такие травмы выбивают людей на полгода, на год. А мы говорим. Я понимаю кучу командов, сателлитов вокруг. Все под кем-то. Мы одни, да. Нам тяжело. Но ничего. Будем бороться как можем. Это под кем-то. Мы ждем с обычков. Мы на последнем месте идем. Почему это без этого надо понимать? За первый этап мы били поле полностью. Девочки играли. У нас тоже есть лист. Обратите, рядом есть поле. Вот оно. Натуральное поле. В прекрасном состоянии. Дождь по всем прогнозам. И вы знаете, что за 5 дней подается заявка, где будут матчи. Дождь что? Как мы могли заявить это поле, если у нас дожди каждый день? Ураган. Я не понимаю. Ураган, снегопады. И снег по колено. Дождь, ребят. Вы что, дождя испугались? Нет. Директор стадиона. Мы играли всю жизнь. Не было искусственных полей. Мы начинали раньше играть в марте месяце. По колено в грязи было. Ничего же вы все были. Играли в футбол. А сейчас мы боимся. Футбол как красивый. Потому что на искусственном поле где красивый футбол? Это не в виде футбола, а мучения одного. Можно? У меня вопрос с заключением. Следующий матч с Шерифом все-таки будет сыгран на натуральном поле. Слава Богу. Можете сказать, согласитесь с тем, что вы не знаете? Что этот матч будет определяющим в борьбе в чемпионской гонке между двумя командами? Ну, это наш прямой конкурент. Поэтому, естественно, здесь игра будет, наверное, за шесть очков. Кто-то вырвется, кто-то немножко отстанет. Поэтому здесь очень важно опять в Ирочи восстановиться после этого матча. И опять этот переход будет. Хотя Шериф тоже вчера играл на искусственном. Тоже будет переход. То есть примерно в одинаковых будет условиях игра. Но легче играть с Шерифом, честно вам скажу. И приятнее играть с такими командами, которые играют в футбол. Поэтому я жду интересного матча прежде всего. Чтобы он понравился и болельщикам. Мы уже забыли про болельщика. Вообще забыли. Я говорю, что футбол настолько стал консервативным. Настолько стал все. Только интересы какие-то. А болельщики уже отошли на второй план, наверное. Поэтому я жду этого матча. И красивого матча. И чтобы он и болельщикам понравился. И уже результат посмотрим, какой будет. Но мы, естественно, будем готовиться. Спасибо.